А теперь рубрика «Гость в студии». Сегодня речь пойдет о нашей прославленной мотобольной команде «Металлург». Подходит к концу сезон 2023 года, узнаем, каким он был и, конечно, поговорим о финальном турнире, который только предстоит. И у нас в гостях президент мотобольного клуба «Металлург» Валерий Нефантьев и капитан команды Иван Криштопа. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. Каким 2023 год стал для команды на сегодняшний момент? Знаешь, Катерина, как никогда напряженно. Потому что всегда сезон начинается с розыгрыша Кубка России. Он проходил в этом году в Ипатова. Это наш основной соперник. И он сложился для нас с точки зрения начала чемпионата очень удачно. Потому что мы в финале с Ипатова выиграли у них дома 5-4. Выиграли и поэтому стали обладателями Кубка России 2023 года. А затем начался чемпионат России. И вот он продолжается. Остался последний финальный турнир. Мы прошли, к сожалению, на финише 2023 года. У нас мы три игры Колосу проиграли. 26-го у дома у себя 4-2 проиграли. 30-го у них тоже 4-2 проиграли. И потом в первом финальном турнире тоже проиграли. Поэтому поясним, что Колос это самый принципиальный соперник. Давний. Поэтому сейчас такая ситуация сложилась в турнирной таблице. То, что мы затем в Кирпильске во втором финальном турнире выиграли у Колоса. И теперь вот остался последний виден 14-15-16. Кто выиграет, тот станет чемпионом России этого года. Иван, в какой форме наши спортсмены подходят к этому финальному поединку? Готовы ли? Конечно, готовы. Максимально сосредоточены. Будем делать выводы над своими ошибками, которые мы допустили в предыдущих играх. Чтобы доказать, что мы не просто так выиграли в них кубок. Колос на самом деле действительно давний ваш соперник. Какой у вас вообще счет по играм ведется? В этом сезоне? За последнее, может, какое-то время. Они дважды, за все время они дважды выигрывали чемпионат России и один раз кубок России. За 10 лет вы говорили? Да, за последние 10 лет. То есть, на нашей стороне результативность по играм между нами на стороне Металлурга. Тем более, матч еще будет проходить и в Видном дома, и родные стены помогают. Будем надеяться. Надеемся, что да. Поэтому главная цель, что на последнем заключительном турнире хотелось бы видеть как можно больше наших любимых преданных болельщиков. Поэтому от 14-го, 15-го, 16-го мы играем с агрокомплексом из станицы Кирпийской. Это в 18 часов. Затем у нас перерыв, агрокомплекс играет с колосом. И 16-го числа, в субботу, это в 17 часов. То есть, практически заключительный, финальный. Получилось так, что мы подошли. Кола сейчас на 1 очко опережает. Поэтому, кто выиграет, за побед дается 2 очка. Поэтому, кто выиграет, тот будет чемпионом России этого года. Валерий Георгиевич, а как вы оцениваете шансы все-таки на победу? Шансы, конечно, у команд, в общем-то, я считаю, более-менее одинаковы. Но, как вы сказали, что дома и стены помогают. Поэтому, конечно, это хорошо, что все-таки последняя, заключительная игра будет дома. И в присутствии наших уважаемых и любимых зрителей, болельщиков, конечно, я думаю, команда должна победить. Тем более, что в прошлом году команде было 50 лет. И исторически сложилось так, что мы всегда боролись с Металлуром Болоса за первое место. И, по-моему, чтобы это не было исключением в 2023 году, хотелось бы, чтобы в последней финальной игре, конечно, подтвердить, что, как Иван правильно сказал, чтобы это была не неожиданность, то, что мы в мае месяце выиграли у Ипатова Кубок России. Просто надо вот в этой 16-го числа подтвердить, что действительно Металлур на сегодняшний день, это лучший, как говорят, самый лучший в мире клуб подмосковный Металлур. Пожелаем победы ребятам. Обязательно придем снимать материал на эту тему. Вашей победе. Спасибо. А я напомню, что у нас в гостях были президент Мотобольного клуба Металлург Валерий Нефантьев и капитан команды Иван Крештопа.